Здравствуйте! Это мобильный репортер в студии Алсу Якупова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. В Казани утвердили площадки для уличных музыкантов и артистов. В первую очередь это коснулось улицы Баумана, где желающих выступить больше всего. Но настоящих исполнителей это не останавливает. Как, например, 13-летнего баяниста с Баумана Зинура Валиева. Постоянные занятия дома раздражали соседей. То стучали по батареям и просили найти другое место для репетиций. Парень нашел отличный выход, перенес их на самую музыкальную улицу Казани. Родители поддерживают сына, отвозят, присматривают за ним, а вечером забирают домой. Занять место для выступлений помогает мама. До поздней ночи мониторит регистрацию на госуслугах. На одной точке можно проводить три часа. Потом, по правилам, нужно переходить на другую. Турное место. Дома соседи мешают. Даже утром, когда я занимаюсь, они стучат по батареям, говорят, можете, пожалуйста, идти в другое место. Поэтому я сюда отсюда. Они меня на машине сюда довозят и охраняют меня. Зрителям талант Зинура пришелся по душе. Но некоторых беспокоит его юный возраст. Прохожие даже спрашивают, не заставляют ли его зарабатывать. Музыкант настаивает. Играет он для души. А деньгами распоряжается с умом. Откладывает на пятирядный баян, помогает родителям строить дом и не забывает радовать себя мороженым. Музыкант настаивает. Следующий видеоролик – очередное доказательство того, что ты можешь соблюдать все правила дорожного движения, но это не гарантия твоей безопасности. В Нижнекамске мальчик на велосипеде спешился перед пешеходным переходом. При этом водитель, поворачивающий направо, чуть не наехал на ребенка. Всегда думала, что психические заболевания обостряются в осенне-весенний период. Но нет. Летом извращенцев тоже хватает. В Казани на улице Дубравной очевидцы заметили парня, который прогуливался, в чем мать родила. Молодой человек шел, не обращая внимания на окружающих. Насколько беспрепятственной стала для него прогулка, непонятно. Вот так идешь по улице с ребенком, а навстречу – голый человек. В Нижнекамске подобного мужчину заметили в парке семья, который спрятался в чаще деревьев. Повсюду гуляют дети. Поймать мужчину не удалось. Варган, хамус или кубыс – музыкальный инструмент. Магический не только в руках шамана, но и обычного человека. Он прекрасен для импровизации и выражения различных чувств. Казанский ворганист Ильдар Гемодиев показал мастер-класс игры на инструменте в Петербурге. Для этого ребята выбрали еще и необычный образ. Казанец Ильдар Гемодиев отучился на экономиста, но его душа больше лежала к музыке и музыкальным инструментам. В 2012-м молодой человек начал изучать этно-музыкальные инструменты, а впоследствии хобби стало делом всей жизни. Ильдар считает, что игре на варгане могут научиться многие. Он проще в освоении, нежели пианино или гитара. Пошли, пошли, пошли быстрее! В Казани грабитель обворовал салон сотовой связи. Ночью вор несколько раз подходил ко входу, осторожно осматривался, осмелел и все-таки залез в магазин. Чтобы забрать телефоны, он бил витрины голыми руками, кровью залил весь салон. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан-24.